А я ему и говорю, не отпустите в отпуск сейчас, вообще уволюсь. Так и сказала. А он что? Согласился как миленький. Аленка, ты такая боевая, я бы своему начальству никогда так не смогла сказать. О, смотри, твой ухажер стоит. Привет, Сереж. Да он не мой ухажер, он просто друг. Просто друг? Так не бывает. Ну как Рита, не бывает. Мы учились в одном классе, теннисом вместе занимались, а потом оказалось, что и работаем рядом. Только не говори, что он к тебе не подкатывает и даже в постель ни разу не звал. Рита, ну нет, конечно, глупенькая. Подожди минутку. Алена с детства дружит с Сергеем. Они часто обедают вместе, по выходным ходят на концерты и в кино. Алена знает, Сергей – человек, на которого можно положиться, всегда выручит в трудной ситуации. Он веселый, у него хорошее чувство юмора. Но Сергей никогда не говорил с Аленой о любви. И девушка воспринимает его исключительно как друга. Ну что, о чем с Сережей разговаривали? Он меня в кино пригласил. А говоришь, не подкатывает. Рит, ну ты чего, хватит. Сергей не такой. Такой, такой, такой. Девушка, красавица. Вы не знаете, какой это номер дома? На фасаде вообще найти не могу. Это дом номер 8. А вам какой нужен? 12-й. Тут еще недавно тренажерный зал открыли. Может, знаете? Знаю. Я могу вас проводить. О, отлично. Иль, пока. Пока. Пойдемте. Отлично. А вы про тренажерный зал откуда знаете? Занимаетесь там? Нет, что вы. Просто каждый вечер мимо него с работы иду. Но сейчас, думаю, может и попробовать. Да? Интересно. А мне Руслан зовут. Алена. Приятно. А вы здесь работаете недалеко? Да. Признаться, я верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Таких людей может объединять совместное детство, общие интересы, общая направленность. Но, как правило, все равно эта дружба будет подогреваться не обязательно сексуальным влечением, но симпатии хотя бы с одной стороны. Алена и Руслан быстро сблизились. Молодой человек стал ухаживать за девушкой. Алена отвечала ему взаимностью. Во время обеденных перерывов Алена играла с Сергеем в теннис, а после работы ходила на свидание с Русланом. Все было просто волшебно. Ну что, Ален, рассказывай, что у тебя с Русланом? Ой, Ритка, я такая счастливая. Влюбилась в него по уши. А он что? Подарки дарит. Стихи на свиданиях читает. Такой романтик. Счастливая ты, Аленка, конечно. Это что, Руслан? Не угадала. Алло, Сереж. Завтра в теннис поиграть после обеда? А еще я хочу напомнить, что завтра мы идем в кино. Как это в какое? На премьеру ты что, забыла? Я же билеты еще на прошлой неделе купил. Слушай, забыла. Как быстро время летит. Тогда завтра у кинотеатра. Пока. Ален, ты что, сразу с двумя решила встречаться? Рит, ну сколько можно? Сергей – это мой друг, а Руслан – любовь. Ну, конечно, так я себе и поверила. Почему кому-то сразу двое, а кому-то ничего? Слушай, ну если тебе так нравится Сергей, забирай. Я только рада за него буду. Нет, спасибо. Мне чужого не надо. Некорректно говорить о дележке одного партнера и второго партнера. Мы можем сватать наших знакомых. Мы можем устраивать некоторые встречи для того, чтобы наши знакомые познакомились и узнали друг друга получше. Но скорее про дележку мы никогда здесь не говорим. Я думаю, это скорее было высказано как вызов в данном случае, что, ну, если хочешь, я могу с тобой поделиться. На самом деле, Алена еще та девушка, которая захочет иметь обоих партнеров. Какие красивые цветы. Для тебя все что угодно. Спасибо. Да не за что. У меня, кстати, идея. Давай завтра на велосипедах покатаемся вечером. Встретим закат у речки. Я нашел такое местечко романтичное. Давай. Только не завтра. Почему? Давай сходим в кино. На фильм про супергероев. Тем более дождь спридавает. Ну, пожалуйста. Для меня твое желание закон. Спасибо. Пошли ужином накормлю. Может, еще и сама наготовила? Ну, а как же. Ну, это выглядит как-то очень по-детски. Глядя на Руслана, складывается впечатление, что он еще ментально не созрел для серьезных отношений. И, в общем-то, наша героиня это где-то чувствует. И именно поэтому она не отпускает далеко от себя Сергея. Потому что он ей, именно Сергей, не Руслан, дает ей ощущение надежности и защищенности. Алена попросила Сергея купить еще один билет, не объясняя, для кого он нужен. Сергей воспринял просьбу спокойно и пообещал купить еще один билет рядом с ними. Алена была уверена, что Руслан нормально отнесется к присутствию Сергея. Прости, Чехни, я поздал. Привет. Пойдем билеты возьмем. А не нужно, билеты уже есть. Подругу ждем, да? Угу. Знакомьтесь, это Сергей, а это Руслан. Это мы с ним в кино пойдем? Да. Можете на минутку? Есть, конечно же, люди, которые относятся к числу полиаморов, и они не заводят отношения только с одним партнером. Но они, скорее всего, и это нормально, и это чаще всего происходит, сообщают об этом одному из партнеров. То есть, что вот я хочу и других иметь рядом с собой. Но в данном случае Алена скорее некорректно поступает по отношению к обоим из них и может поранить их, не сообщая, что она чувствует. А это кто вообще такой? Это Сергей, мой друг. А я тогда кто? Ну, Руслан, ты мой любимый парень. И он рядом с нами будет сидеть? Ну, мы же с ним договаривались еще до того, как начали с тобой встречаться. Так это твой бывший, да? Нет, Сергей это просто мой друг. Ну, допустим, то, что я поверил в это. Но с ним в кино я все равно не пойду. Руслан, если ты такой упертый, тогда я пойду одна. Иди. Хорошо. Ни один альфа-самец не потерпит в присутствии себя другого альфа-самца. И неизбежно будут возникать конфликты. И страдать от этого будут все трое. Это могут быть приятельские отношения. Но так, чтобы постоянно рядом видеть другого мужчину. Нет, я думаю, Руслан не пойдет на это. И то же самое и Сергей не пойдет на это. Потому что они делят одну женщину. Она симпатична и одному, и второму. Хороший фильм, правда? Хороший. Но у меня, если честно, все настроение пропало. Ты из-за этого парня, да? А кто это был? Мой молодой человек. У тебя же не было парня. Теперь есть. А может, уже и снова нет. Из-за меня поругались. Ну, а тебе-то какое дело? Мы с тобой как были друзьями, так и останемся. А со своим парнем я уже сама разберусь. Ладно, извини. Лезу не в свои дела. Тебя может провести? Нет, не стоит. Сама пройдусь. Нужно привести мысли в порядок. Пока. Пока. Несмотря на то, что кино было отличное, настроение у Алены безнадежно испортилось. Даже рассудительный Сергей не смог ее успокоить. Алена очень переживала из-за того, что поругалась с Русланом. На следующий день она твердо решила помириться. Руслан. Ну, Руслан. Что ты хотела мне сказать? Послушай, я была неправа. Ну, честно, я не знала, что встреча с Сергеем так испортит тебе настроение. Прости, пожалуйста. Ну, Руслан, ну, прости. Повела себя как дура. Малыш, ну, не говори так. Ты замечательно разумная девушка. Но ты должна понять, что для меня поход в кино с любимой девушкой – это не просто кино. Интимная атмосфера. Мы с тобой вдвоем. Я тебя могу взять за руку, обнять. Понимаешь? А тут этот. Ну, прости, я правда не знала, что для тебя это так важно. Я думала, мы просто сходим в кино. Поэтому я взяла с собой Сергея. Этого больше не повторится. Ну что, ты меня прощаешь? Конечно, прощаю. В данном случае Алена ведет себя как собака на сене. Она не может определиться с выбором и в итоге мучает и одного, и второго молодого человека. Я не думаю, чтобы Руслан очень сильно переживал по поводу разрыва отношений. У него такой вот несколько нестабильный характер, и он больше в этих отношениях занимается самолюбованием. Отношения Руслана и Алены наладились. Она снова была на седьмом небе от счастья. До тех пор, пока не случилась очередная неприятность. Вот знаешь, Ален, я сегодня проснулся утром. Как это тоскливо стало без тебя. И вот в мою голову пришло пару строк. Сейчас я тебя прочту. Твои глаза, как две звезды. Я вижу их во сне. Хочу проснуться и узреть, как ты идешь ко мне. Подними и скажи, что ты до завтра занята. Хорошо. О, это Сергей. Ну почему именно сегодня? Алло, Сергей. Ракетки забыл? А разве они у меня? Ну, заезжай, конечно. Да. Давай. Надо было его послать куда подальше. Ну, а что такого? Он же просто свои ракетки у меня забыл. Это я слышал. Он до завтра потерпеть вообще не мог? Ну, Руслик, что ты раздуваешь на пустом месте? Ты не понимаешь? Он просто ищет повод. Вот увидишь, он найдет повод остаться. Ну, он заедет на минутку и все. Ты вообще не понимаешь, что он конкретно к тебе подкатывает. Ну, послушай, он играет в теннис. И он хочет играть с своей ракеткой. И что? И то, Руслик. Я уже не могу друга в дом пригласить. Пока я в этой квартире. Не можешь. Что? Ты мне не можешь, чтобы такие ультиматумы ставить? Знаешь, а походу я им никогда и не стану. Важно говорить про свои чувства. Что, Алена, меня ранит, когда на стороне появляется Сергей внезапно для меня. И тогда наши чувства, они как будто разрушаются. Наши отношения как будто под вопросом. И я чувствую угрозу в этот момент. Могла бы ли ты меня предупреждать? Могла бы ли ты мне об этом сообщать? То есть здесь скорее не про характер, что вот, я такой жесткий, и ни в коем случае тебе нельзя никак по-другому делать. А скорее про важность, про то, что ты мне очень ценна, и я боюсь тебя потерять. Привет. Я на минутку сумку с ракетками заберу и побегу. Спасибо. А ты чего такая грустная? Что-то случилось? Да Руслан приревновал меня к тебе и ушел. Извини, это я виноват? Приперся не вовремя, да? Да забей. Ты ни в чем не виноват. Хочешь чай? Не знаю. А Руслан против не будет? Да мне уже плевать на него, если честно. Так ты уходишь или остаешься? На чай, пожалуй, останусь. Тогда пойдем. Глядя на всю эту историю, я вспоминаю фильм «Самое обаятельное и привлекательное». Те же теннисные ракетки. И к чему пришла главная героиня Муравьевой? Она пришла к тому, что ей комфортно с человеком, которого она знает давно, с которым общие интересы, который надежный, который видел все ее романы, но тем не менее терпеливо ждал, когда они закончатся и когда они снова вместе начнут играть в теннис. Вот без тебя там реально играть не с кем. Всех в сухую делу. Прям чемпионом стал. Не зазнавайся, а то придется на место ставить. Да ты уж, наверное, форму растеряла. Забыла, как ракетку в руках держать. Ты кого-то ждешь? Нет. Руслан? Как ты вошел? Дверь закрывать надо. А я вижу, ты не огорчилась от того, что я ушел. Ты же говорила, он на минуту всего. Он уже час здесь сидит. Ну я же не знала, что ты соизволишь вернуться. О, ну извини, что не предупредил и испортил твои планы. Руслан, как ты со мной разговариваешь? Так как ты этого заслуживаешь. На тебя смотреть тошно. Ты ведешь себя как... Как кто? Говори. Ты ведешь себя как... Уважаемый, сбавьте обороты. Да ты вообще пошел отсюда. Это ты пошел отсюда. Так все. Вон, из моего дома. Оба. Складывается впечатление, что Руслан ищет повод. Пытается найти определенную театральность в этой жизни и получает от этого удовольствие. Такое впечатление, что он специально создает вот эти вот ситуации, где он мог бы якобы проявить себя. А на самом деле это выглядит несколько глупо и по-детски. Сергей в данном случае в намного более выигрышном положении. Ну а что делать Алене? Алене нужно просто определиться с выбором. И, скорее всего, этот выбор будет как раз-таки в пользу Сергея. Вот так я и поругалась с любимым. И снова. И за Сергея. Слушай, Ален, тебе пора выбрать, кто тебе дороже. Твой верный друг Сергей или Руслан, любимый мужчина? Ну это сложно, Рит. Сергей, он мне просто друг. Мы с ним в теннис играем. Он хороший. Ну знаешь, какой-то простой. А с Русланом мне вообще в кайф. Мы в такие места красивые ездим. Он мне стихи читает на свидание. А ты любишь кого? Ну Руслана, конечно. Ну так и будь с ним. Считаешь, нужно извиниться? Я думаю, тебе пора повзрослеть. И оставить Сергея с его теннисом в детстве. Есть некоторые, скажем так, показатели, на которые реагируют девушки. И, видимо, Алена реагирует на такую ярую, на такую агрессивную мужскую часть. И для нее это как будто защита в данном случае. Она на нее реагирует, и она скорее это воспринимает как то, что ей безумно нравится, и то, с чем она хочет находиться рядом. И, скорее всего, она, возможно, в своей системе даже не воспринимает это как агрессию, воспринимает как норм. Ну, что ты мне хотела сказать на этот раз? Руслик, я хотела извиниться. И все? Ну, и еще сказать, что Сергей больше не встанет между нами. И если он тебя так нервирует, то ты больше о нем не услышишь. Никогда. Я обещаю. А это твое окончательное решение? Да. Честно, ты меня прощаешь? Ладно, пойдем пить кофе. Почему Алена вообще просит прощения? Ведь по факту, насколько мы видим, она ни в чем не виновата. У них нет четких границ, там, где Алена не имеет права общаться с парнями, Алена не имеет права видеться с подругами. Здесь внезапно, скажем так, выбрасываются некоторые Руслана агрессивные манеры, которые говорят, что, оказывается, этого нельзя сделать. И тогда, скорее, Алене важно не просить прощения, а спросить, что с тобой такого происходит, что ты так реагируешь. Расскажи мне, пожалуйста, потому что я не понимаю. Ален, привет. Ты почему на звонки не отвечаешь? Что-то случилось. Сереж, если ты не помнишь, у меня появился любимый мужчина. Дай-ка припомню. Это который орал на тебя на кухне тогда? Хорошее начало отношений. Ты еще подожди месяц-два, он тебя бить начнет. Руслан не такой, он хороший. Я в этом убедился. Дай мне с своим женихом разобраться самой. А наша дружба пусть останется в детстве, окей? Без проблем. Живи, как хочешь. Больше тебя не побеспокою. Я думаю, что Сергей встал на позицию, которая называется «обзаведись терпением». Потому что вот эти отношения с Русланом, они вряд ли сложатся. Поскольку Руслан любит не столько Алену, он любит свою любовь к Алене. Он все равно любит себя. Это типаж наркотистической личности. И от этого никуда не уйдешь, он вряд ли когда-либо вообще изменится. Может быть, только с возрастом. Алена долго не могла определиться, кто ей более дурак. Спокойный и надежный друг детства Сергей или яркий, но капризный красавец Руслан. Наконец, после прямой стычки Сергея с Русланом, Алена выбрала Руслана. Казалось бы, все хорошо. Но Алена все чаще стала ловить себя на мысли, что ей не хватает Сергея. Вдобавок ко всему, Руслан как будто что-то чувствовал и начал ревновать. Несмотря на все ее заверения, Руслан подозревал, что Алена продолжает тайно встречаться с Сергеем. Вот. Пускай пройдут года, века, но знай, моя любовь, со мною рядом и всегда ты будешь вновь и вновь. Ну как? Какие замечательные стихи. Да, меня вдохновило. Любовь ко мне, я знаю. Малыш, давай потанцуй. Руслан, я не хочу. Ну если у тебя плохое настроение, то ну 15 подвигаться и все пройдет. Ты бы лучше лампу настольную сходил да посмотрел. А что с ней? Не горит. А ты лампочку меняла? Меняла, не помогает. Давай вызовем электрика. Я просто в электричестве не зуб ногой. Полезу вот и лампу, еще шарахнет электричеством. Тебе это надо, малыш? Можем Сергею позвонить. Что? Он починит. Ты все еще о нем думаешь? Я о нем случайно вспомнила. Не лги мне. Ответь, ты с ним еще встречаешься? Нет. Как мне надоело слышать это вранье постоянно, а? Дежавю какое-то. Если Сергея не будет, в ее жизни появится определенная дыра, определенный вакуум. Руслан по своей натуре, он этот вакуум заполнить не сможет. Кроме того, вот это показательное выступление, где я, а где лампочка, вот это, я думаю, что для Алены, по сути дела, будет последней каплей. Она наконец-то увидит, что Руслан любит ее настолько, насколько в ней много его чувства. То есть он купается вот именно в... Он себя любит, а не ее. Руслик? А что ты здесь делаешь? И куда ты такая собралась? Ты следишь за мной? Ты не ответила. Ты к нему? К Сергею? В магазин. Слушай, может, хватит меня обманывать, а? Я же вижу, что ты постоянно думаешь о своем бывшем. Руслан, сколько можно? Сергей не мой бывший. Он просто друг. Ты можешь понять, что в жизни существует дружба? Да я тебе вообще не верю. А я уже устала от того, что ты мне не веришь. Я устала перед тобой оправдываться. Я вообще-то друга потеряла. А ты этого совсем не оценил. Вот ты себя и выдала. Ты о нем жалеешь. Ты постоянно о нем думаешь. Мне уже думать нельзя? Слушай, может, давай я тебя перестану мучить, а? Давай я просто уйду. Уходи. Ален, ты ж потом снова прибежишь в прощение просить. Не переживай, не прибегу. Иди. Пока. Давайте рассмотрим немножко Руслана. Ведь он поступает очень агрессивно. Во-первых, очень много ревнует, не выставляет границы, не говорит о том, что ему важно, а скорее очень эмоциональен и не слушает Алены. В таком случае важно задаться вопросом, а что у них вообще за взаимоотношения? И кто из них кто? Потому что ощущения складываются, что они никогда не слышали друг друга. Сереж, подожди. Мне уже столько раз за все время пришлось просить прощения. А я от тебя этого не требую. Но я все равно хочу сказать. Я повела себя как полная дура. И я только сейчас начала ценить нашу дружбу. Ты как я. Первое потеряешь что-то, а потом только начинаешь ценить то, что потерял. А нашу дружбу я точно потеряла? Ну что, по стандартной программе 5 партий по 2 сета или 2 сета по 5 партий? Какие 5 сетов? Я тебя в первом же 7-0 в сухую сделаю. Это кто это говорит? Главная мазила чемпионата? Я тебя выиграла в прошлый раз. Что? Когда это было? Пошли проверим. Ну пошли. Мы когда завозим на самом деле дружеские взаимоотношения, рядом с нами человек, он всегда практически удовлетворяет наши потребности. Мы не будем выбирать человека, который разрушает нас и который отвергает нас. И тогда дружеские взаимоотношения не строятся на том, что у нас есть опора, у нас есть безопасность, у нас есть поддержка, у нас есть очень многое то, что нам важно. И тогда в данном случае Сергей это безопасный человек. Это человек, с которым прекрасные взаимоотношения дружеские, как я слышу и как я это вижу. Так что, с Русланом ты совсем уже рассталась? Укончательные бесповоротные. А у тебя что, на него планы? Ну, пока нет. Алёна, я поменял в ламбе патрон, теперь всё работает. Спасибо, Серёж. Что ещё починить нужно? Ничего не нужно. Садись с нами чай пить. Ну сейчас руки помою. Слушай, благодаря Руслану я наконец-то поняла, что в будущем мужа совсем не важно. А романтик он? А что важно? Что? Ну, его отношение к тебе, к твоим друзьям. Буду искать такого. Алён, тогда чего его искать? Вон у тебя в ванной руки моет. Каждый день под носом у тебя бегает. Ну ты про Сергея, что ли? Ну да, а про кого ещё? Ну, где обещанный чай с лимоном? Садись. У меня столько дел, Алёна. Побегу, Серёж. Побегу, побегу. Ну каких дел? Ну, мне в парикмахерскую. Тренажёрный салон. Ты сама прекрасно знаешь. Всё, не скучайте без меня. Пока. А чего это она ушла? Наверное, решила, что нам с тобой нужно поговорить. О чём? О нашей дружбе. Которая совсем не дружба. И как давно? Всегда. Очень часто бывает, что когда мы постоянно видим человека и много с ним проводим времени, мы не замечаем тех достоинств, которые в нём есть. Мы воспринимаем это как само собой разумеющееся. И должно что-то произойти, что-то должно послужить триггером, чтобы человек, в конце концов, увидел все те достоинства, которые были в том человеке, которого он, в принципе, не замечал. Старая легенда гласит, что боги разделили людей на половинки и перемешали их по свету. С тех пор половинки ходят по миру, ищут друг друга и не могут найти. Ведь их разделяют тысячи километров. Обидно? Очень. Но гораздо обиднее, когда наша половинка ходит рядом с нами всю жизнь, а мы её так и не узнаём. До самой смерти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова